подарка или не подарка который случился 2018 году мы не дождались однако я все равно поздравляю вас всех с днем республики подводим итоги недели на платформе пруф и рф я рамиль рахматов прошу поддержать нас помогая опять же распространять это видео для этого достаточно поставить наверно лайк комментировать и рекомендовать данный выпуск своим френдом начнем на прошлых выходных в уфе произошло открытие реабилитационно-образовательного центра салют по словам исполняющего первого заместителя премьер-министра правительства башкирии урала кельсенбаева они сейчас все с его правды там будут ежегодно получать помощь 7000 ребят отметим что на реализацию проекта было направлено около двух миллиардов рублей как сообщается общая площадь здания салюты составляет почти 26 тысяч квадратных метров но опять же в открытии приняли участие сам ради хабиров который вернулся из отпуска и мэру фыр от мир мавлиев напомним что новый центр возник на месте одноименного детского санатория что когда-то вот вызывало какие-то вопросы строительство центра также несколько затянулось однако сам факт появление данного детского учреждения в виде реабилитационного центра на мой взгляд является безусловно хорошей новостью и явлением а вот состав кабинета оперативном совещании глава республики ни слова не обронил о том где и как провел отпуск а также никаким образом не стал комментировать арест своего соратника алана викторовича морзаев минимум еще две недели мы вот не увидим нового состава правительства ну скорее всего пока не пройдет пленарное заседание круто госсобрания хотя если надо депутатов могут согнать и на не внеочередное заседание но что-то нам все-таки подсказывает что все проблемы с персональным составом башкирского кабинета с федералами пока что не разрешены и не урегулированы ради хабиров надеется что владимир путин приеду фу на форум россия спортивная держава но и правильно надеяться как мне кажется если президент не приедет это уже станет совсем каким-то дурным знаком для самого башлова вот на оперативном совещании о кадровом наполнении сферы здравоохранения отчитался министр айрат рахматуллин были какие-то цифры количество студентов бгм у участников программы земский доктор ну и про и прочие правильные слова и показатели вот только министр не сказал ради фаридович скорее всего и не хотел знать что по количеству обеспеченности медицинскими сотрудниками специалистами на душу населения наша республика значительно отстает как средне российскому показателю так и от ближайших соседей точно также я вам говорил в прошлый раз глава республики вовсе не желают углубляться в тему роста смертности на дорогах республики но вот ничего больше интересного на оперативном совещании я в этот раз не услышал зато вот интересное случилось позже я вам как-то упоминал что в одной публикации в славу самого себя господин бадранов прям соврал там было написано что он успокоил за урале благодаря тому что последовал рекомендации центра каких-то гументарных исследований при минкульте прямо обратно и за пару недель до этого сообщала как раз прокуратура так вот прокуратура сейчас продолжает реализовывать то свое аналитическое сообщение на не на неделе на днях буквально оштрафован за просрочку реализации нацпроектов министра здравоохранения айрат рахматуллин вовремя не сданы какие-то вроде бы больницы не хочу тут оправдывать нашего министра но не сданы во время эти больницы потому что туда банально не поставлено некоторое количество медицинского оборудования они поставлено туда оборудование потому что коррупция потому что некоторые поставщики прямо завязаны на руководителей повыше рахматуллина они пытаются ввести суда в том числе и контрафакт и вот на неделе смягчили меру пресечения директору гк у укс и не ксановой это к ней и и покровителем больше вопросов кстати на этой же неделе меры пресечения смягчили участникам дела по баш спирту это тоже наши крестнички но мы вовсе не кровожадные не желаем господам нагумановых азигалееву и компанченко застенков до справедливого судебного приговора и вот беда прилетела откуда не ждали из далекой республики крым там уж не глава аксенов подписал какой-то указ по которому целый 6 ялтинский экономический форум пройдет в уфе вот где ялта где уфа а я кажется догадался кусочек при черноморье создали в виде абхазских колонн на берегу реки белый а если серьезно то нафиг нам очередной бесполезный форум который ничего нам с вами кроме затраты из бюджета не даст но хабир и фико очень рады провести очередную тусовку мэру фират мир мавли встретился с ректорами вузов башкирии и обсудил с ними значит планирование стратегии развития города к его 500 летию точно 50 лет об этом он рассказал на своих страницах в социальных сетях 9 октября конечно отрадно видит что молодой мэр замахнулся на такое долгосрочное стратегическое планирование но с другой стороны как мне кажется в наше непростое время нужно было бы сейчас текущими проблемами заняться их на самом деле ох как много в городе в уфу заходят татары хотя правильнее было бы сказать что экспансия казанских застройщиков в нашу республику продолжается очень непростой застройщик из казани начинает строительство уфе пока это лишь небольшой участок на месте бывшего стадиона имени салат юлаева и как по совпадению около театра нур история стадиона очень показательный он возник советское время как объект уфимского приборного предприятия это долгов предприятие в 2013 году его продали одному московскому предпринимателю волна волна уже возмущение горожан не позволило тогда там начать жилищное строительство а мэрии клялась и божилось что назначение земельного участка не поменяют а уже в 2020 году хозяйским взглядом застройщика на земельный участок обратил внимание сам андрей генназаров уже в июне 23 года земельный участок и на котором располагается данный спортивный комплекс был выкуплен уфимским неким о специализированный застройщик лесной квартал а в декабре 2023 года земля по ипотеке была отдана казанскому опять же о специализированной застройщик дубрава от лесной квартал было зарегистрировано только в двадцать третьем году в уфе директором и одним из учредителей компании является известный в казани застройщик олег новосельский ему принадлежит 80 процентов уставного капитала данной фирмы а в двумя другими учредителями компании каждый из которых владеет десятью процентами уставного капитала числится 28-летний музыкант кирилл яковский и 20-летний камень айзатуллин фамилию запомните айзатуллин в двадцать третьем году выручка компания была нулевая вот прибыль составила двести сорок одну тысячу рублей другая компания опять же служба заказчика дубрава была зарегистрирована в девятнадцатом году в казани и и директором и учредителем является все тот же олег новосельский выручка компании за 2023 год составил почти три миллиарда рублей а прибыль 536 миллионов катарская фирма ранее входила в группу строительных компаний строительства монтажного управления 88 принадлежащие депутата госдумы от партии единой россии илью вольфсону опять же сму 88 кстати одна из пяти самых крупных застройщиков татарстана на данный момент по словам пресс-секретаря сму 88 юридические лица олега новосельского не ходят в состав в группы мы же отметим что олег новосельский не просто известный застройщик в казани у него как предпринимателя на данный момент 8 организаций чья общая выручка достигать почти четырех с половиной миллиардов рублей кроме того издание бизнес онлайн называют одну из компании опять же о восток с любимым подрядчиком гку глав инвестстрой рт по информации татарского издания вот когда на посту данного госучреждения находился некий марат айзатуллин то есть отец того и затулина олег новосельский со своим восток с получил государственных заказов на 3 6 миллиардов рублей помимо этого татарский предприниматель владеет также компаниями discovery н.м. в нижнем новгороде опять же казанскими спутники к держава development и некая компания служба заказчика павловский берег а кирилле яковском известно не очень много он музыканту из уфы и судя по его социальным сетям не имеет никакого совершенно отношения к строительному бизнесу здесь мы можем только лишь предположить что он ну наверно представляет чьи-то интересы в нашей республике на медне я имел очень интересную содержательную беседу на разные темы с предпринимателем и общественным деятелем азаматом галином вот например почему он он и многие другие яркие профессиональные люди из нашей республики уезжают из уфы о сельском хозяйстве о том почему опять же провалится предвыборная программа ради хабирова под названием башкортостан три нуля при этом азамат ее не видел не считал потому что еще нет почему-то в открытом доступе а еще я его спросил президент сделает народу подарок который оказался вовсе не подарком как на 11 октября в восемнадцатом году больше ли выйдет в этом случае людей танцевать к памятнику салат вилаева он ответил что не выйдет никто а почему вы можете узнать по нашему видео интервью с ним обязательно следите за нашим каналом вот каждый раз говоря об 11 октября я напоминаю что называется этот праздник на самом деле день подписания декларации государственном суверенитете республики башкортостан постепенно местная власть стыдливо стало говорить просто день республики опять же в этом же интервью с автоматом дали нам мы рассуждали почему ограниченный все-таки суверенитет который был тогда провозглашён опять же некоторые исторические персоналии позволяли нам как бы несколько играть некий ограниченный федерализм это не несло на самом деле никакой угрозы но при этом сдерживала очень многие негативные сценарии как бы то ни было я всех все-таки поздравляю это часть нашей общей истории республиканской опять же нашей республиканской идентичности но прежде чем попрощаться традиционно рекомендую подписаться прямо сейчас на наши видео платформы на vk rutube на телеграм-канал пруф и там тоже будут итоги а также на телеграм-канал нашего издателя под названием рафа рахимова бабай все видит и также на мой телеграм-канал рахматов из башкирии пока у меня есть у у у у у у у